МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обещания синоптиков оправдались. Киров оказался в эпицентре. Сильные грозы, 10 минут. Сильного ливня хватило для того, чтобы на машины начали падать деревья на дороге рекламной щиты. Разметка в ямы, отфрезерованные ямочные ремонты и простаивающая дорожная техника, взятая в Чебоксарах в аренду. Администрация города докладывает об освоении дорожных средств, а общественники намекают, что можно было гораздо экономнее. Город весь в раскопках. Из-за ремонта теплотрасс подрядчики перекрывают дороги. Автовладельцев просят выбирать маршруты заранее. Кировчанам предлагают помочь школьникам из многодетных семей подготовиться к учебному году. Нужны прежде всего канцтовары. Бои грузовиков и прыжки через огненное кольцо в Кирове показали самые экстремальные автородео в стране. О главных событиях понедельника, 8 августа, расскажет информационный канал «Город» в студии Артем Паникаровских. Здравствуйте. Обещания синоптиков оправдались. И сегодня днем город оказался в эпицентре сильной грозы. Десяти минут сильного ливня хватило для того, чтобы на машины начали падать деревья, на дороге рекламные щиты. А в одном из гаражных обществ из-за грозы начался сильный пожар. Тротуары и некоторые участки дорог во время сильного дождя мгновенно превратились в бурлящие реки. Сразу в нескольких районах города кировчане стали свидетелями поваленных на машины деревьев. Кому-то из автолюбителей повезло больше, кому-то меньше. На перекрестке Ленина и Милицейской дерево упало на тротуар. А на Московской в нескольких сантиметрах от дороги упал огромный рекламный щит. О пострадавших не сообщается. Ущерб в ближайшие дни будут подсчитывать и владельцы гаражей на улице Щурса силой ветра. Здесь несло крыши 12 гаражей. Обломки упали на высоковольтный провод. Загорелись два гаража. В соседнем гараже был пожар, замыкание. У меня, слава богу. По счастливой случайности во время урагана в гаражах никого не было. Без жертв бы тогда не обошлось. У одного бокса вместе с крышей снесло и кирпичную стену. В этим гаражам 20 лет и ни разу такого не было. В первый раз. То есть и ветра какие были, не были. В связи с этим выгорела в гаражах вся электропроводка полностью. Ушла она на подстанции транзита, которая обслуживает данный завод металлоконструкции. То есть у них тоже все выгорело. Все электросчетчики выгорели, все выгорело. Установить электроснабжение в этом районе обещают только к завтрашнему дню. Ликвидацией последствий непогоды займется и городской отдел благоустройства. Синоптики не обнадеживают и говорят, что подобные катаклизмы на этой неделе могут повториться. Разметка в ямы, отфрезерованный ямочный ремонт и простаивающая дорожная техника, взятая в Чебоксарах в аренду. Пока в администрации города докладывают об освоении бюджетных средств на ремонт и содержание дорог, общественники намекают, что можно было гораздо экономнее. А на высвобожденные деньги отремонтировать, например, социально значимый проспект строителей с больницами и общественным транспортом. Подробности в сюжете. Фрезеровка не по всей ширине проезжей части на Некрасово мелочь по сравнению с тем, что ямочный ремонт, который на этом участке делали дважды, сейчас фактически исчез, но всегда вместе с верхним слоем асфальта Некрасово начали готовить к новому ремонту. Не могли что ли сразу отфрезеровать или ждали, пока контракт появится, сначала сделать ямочный ремонт, а потом уже отфрезеровать этот ямочный ремонт. Вопросы-то есть. И они никуда не денутся, наверное, еще не один год. Общественный контролер Константин Сичихин напомнил, что на всю ямочную кампанию весной город выделил 35 миллионов рублей. Смысла в нем люди не видели еще тогда. По следам того свежего ямочного ремонта весной прошлись и наши коллеги из программы «Вятка Тудэй». Чувствуется, что Некрасово подлатали? Нет, конечно. Никто ничего не делал. Чувствуется? Нет. Ничего не делал. Кто это сказал, что я подлатил? Администрация города сказала. Их им привет от нас. Общественники спустя два с половиной месяца надзора вспоминают слова Вячеслава Симакова дословно о том, что если удастся сэкономить, займутся улицами, которые не попали в планы ремонтов. Социально значимый проспект строителей с больницами и общественным транспортом тоже обсуждался. Но сэкономить городской администрации, говорит, никак не получается. Хотя есть на чем. Не отходя от места, еще несколько причин усомнится в рациональности дорожных трат в Кирове. Вот эта спецтехника, по информации общественного контролера, ее подрядчик арендует в Чебоксарах, платит посуточно, но техника простаивает. Сейчас на данный момент находится в аренде. Он с Чебоксар приехал, да? Он стоит. Я думаю, что аренда капает. Вы сами понимаете. Может эти убытки в рамках этого автомобиля, в рамках этого пешеходного перехода заложены в контракте? И тогда контракты до того раздуты, что ГДМС может себе позволить такие траты? Это, конечно, все к вопросу ГДМС и к администрации. В рациональности освоения бюджета на содержание уличной дорожной сети в Кирове тоже нашлись точки большого сомнения. Наносить дорожную разметку в ямы уже большая для Кирова традиция. Нельзя не обратить внимание и вот на этот пешеходный переход на перекрестке улиц Сурикова и Некрасова свежая разметка, как видно, нанесена прямо в ямы. Судя по брызгам краски, можно предположить, что подрядчику этот переход дался нелегко, но подошли, что называется, со всей серьезностью. Покрашена тут и щебень, и забитая песком ливневка, и вообще весь скопившийся в ямах мусор. Традиции общественники называют о ситуации, когда только отремонтированные дороги начинают перекапывать для перекладки труб. В этом году обходится пока, правда, без казусов, с бордюрами сложнее. Иногда их устанавливают совсем не там, где нужно, а иногда вообще вопреки логике. К новому асфальту жители домов на улице Чапаева радовались недолго. Бордюры, которые здесь устанавливали уже после дорожного ремонта, разрушили часть полотна. Более того, эти бордюры, очевидно, установили не совсем там, где нужно было. Раньше через эту арку был автомобильный проезд. А бордюры правильно установили здесь? Здесь? Да нет, мне кажется, высоко нам, наверное, засыпать, да и все нормально будет, ровно. Но если бы их не было, наверное, было бы проще переходить дорогу. В администрации города про бордюры ничего не говорят, пока главный по дорогам и благоустройство находится в отпуске. О результатах и планах докладывает заместитель Печенкин. 30 тысяч тонн асфальта бетона уложены за прошлую неделю. Потрядчик продолжает работать и днем, и ночью. У нас сегодняшний день мы находимся в графике работ. Подрядная организация, как уже раньше отмечалось, работает и днем, и ночью. Процент выполнения составляет порядка 60% на сегодняшний день от всего объема заключенных контрактов. Предложите городской администрации все-таки сэкономить, направить средства на социально значимые улицы, которых нет даже в планах. Общественники собираются на предстоящем рабочем совещании 17 августа. Пока, правда, не знают, захочет ли Вячеслав Семаков выйти на пару часов из отпуска, с другой стороны, до завершения дорожных работ в Кирове остается всего три недели. Артем Паникаровский, Сергей Самойленко, информационный канал «Город». До нового учебного года осталось три недели. 30-й раз подряд Кировское отделение Российского детского фонда объявляет на начале акции «Здравствуй, школа». Каждый год в преддверии 1 сентября детский фонд старается помочь многодетным и малообеспеченным семьям собрать детей из школы. Речь идет о семьях со всей Кировской области. В этом году фонд делает особый акцент на канцелярские товары. Школьные формы обеспечить всех очень трудно, поэтому сотрудники фонда хотят помочь семьям хотя бы тетрадями и ручками. Сегодня я ощущаю по тем пожертвованиям, которые к нам поступают. Вот если в прошлом году на это примерно число у нас было 1100-1150, для того, чтобы мы закупили школьное письменно, а сегодня, ну, может быть, 1020 – это копейки. На сегодняшний день у нас уже 98 заявлений, и все, где 2-3 ребенка – это школьников. Желающие помочь детям из малообеспеченных семей могут приносить вещи и канцетабары непосредственно в детский фонд. Также во время акции «Здравствуй, школа» работает СМС-сервис «Дело». На короткий номер 4647 нужно отправить СМС с текстом «Дело плюс сумма пожертвования». Например, «Дело плюс 100». Акция продлится до конца августа. Город весь в раскопках. Из-за ремонта теплотрасс подрядчики перекрывают улицы. На этой неделе водителям придется искать объездные пути еще на трех участках. Подробности в рубрике «Короткой строкой». В Кирове ожидаются перебои с подачей природного газа. Из-за плановых ремонтных работ потребители попросили экономнее расходовать газ. Это касается жителей микрорайонов Радужный, микрорайона Чистые пруды, поселков Бахта, Ганино, Костино, Русское, Садаковский и некоторых других. Ремонтные работы планируют закончить в 8 утра 9 августа. Несколько улиц в центре Кирова закрылись для проезда. В связи с капитальным ремонтом тепловых камер нельзя проехать по улице Пятницкой в районе дома номер 90. Временно прекращено движение всех видов автотранспорта по четной стороне улицы Некрасова. Такая же ситуация и по нечетной стороне улицы Маклина в районе пересечения с улицы Дериндяева. Там откроют движение ближе к вечеру 12 августа. Владимир Быков оценил строящийся объект во враге Засора. Там предпринимательница без согласования с администрацией. В нарушении утвержденного проекта решила продать 10 машиномест крытой автомобильной стоянки. Однако это решение оспорили специалисты администрации. Теперь бизнесвумен имеет право сдавать эти места только в аренду. Кроме этого ей напомнили, что фасад здания должен гармонично вписываться в окружающую архитектуру. На Атарской Луке кировчане нашли 100-тысячелетний рог бизона. В научной экспедиции в уникальный район Кировской области приняли участие студенты одного из кировских вузов. Участники экспедиции обнаружили хорошо сохранившийся рог бизона, возраст которого специалисты оценили в более чем 100 тысяч лет. Последний раз останки бизонов на Атарской Луке были обнаружены в 1966 году. Тогда здесь был найден целый скелет бизона. Атарской Луке Бои грузовиков и прыжки через огненное кольцо в Кирове показали самое экстремальное авторадео в стране. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал Город и мы продолжаем. Один человек погиб и еще двое получили травмы в ДТП в Котельническом районе. Там водитель мопеда столкнулся с автомобилем ГАЗ. Грузовик перевернулся. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, материал имеет возрастное ограничение 12+. По данным ГИБДД авария произошла в воскресенье вечером. 42-летний водитель мопеда не смог совладать со своим транспортом. Выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ГАЗ. В итоге водитель мопеда погиб на месте. Его 31-летний пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован. Поздняя прогулка по Кирову могла обернуться смертельным ДТП для двух подростков. 12-летний мальчик и его 13-летняя подруга в ночное время гуляли без сопровождения взрослых. На улице Ленина они решили перебежать дорогу, но их сбило автоледи на ВАЗовской девятке. Ехал она от зеленой и внезапно выбегают мальчик с девочкой. Непонятный удар не смогла остановиться. А детей было много, это вот они все стоят, да? Ну, сколько я видела, это двое мальчик и девочек. По предварительной информации ГИБДД, подростки переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП проводится проверка. Серийного квартирного вора задержали сотрудники полиции. С февраля этого года злоумышленник, что называется, обчистил более 20 квартир. И только недавно похитителя задержали на улице Азина. После очередной кражи молодой человек шел с добытым телевизором, но дойти до ломбарда он уже не успел. Сейчас похититель арестован. За кражи с проникновением в квартиру ему грозит до 6 лет тюрьмы. Не можете решиться на индивидуальную тренировку в спортивном зале, или не знаете, какая диета поможет вам избавиться от лишнего веса, долгожданный второй сезон телепроекта «Похудел» начнется совсем скоро. А значит, самое время перебороть все страхи и заняться своим телом. Вы знаете, мне намного проще стало одевать бахилы, я могу нагибаться, потому что раньше-то между мной и ногами был еще живот, да, огромный. Сейчас он уменьшается, мне просто стало проще жить. В первом сезоне проект помог избавиться от лишнего веса 12 кировчанам два месяца. Они занимались спортом, под контролем профессиональных тренеров и питались по советам специалистов. И к концу проекта они похудели на 165 килограммов. Достичь таких же результатов, а может и еще лучших, можете и вы. Первый городской канал объявляет кастинг участников второго сезона проекта «Похудело». Мы ждем вас в субботу, 20 августа, в 12 дня в кафе «СПК-центр» на Ленина, 73. Стесняться не нужно, мы поможем вам изменить свою жизнь к лучшему. Железный котопес, автотанк для боев по кличке «Малыш» и прыжки на скорости через огонь кировчане увидели самое экстремальное. Автор «Адео России». Профессионалы привезли трюки на грани, где можно не только нарушать правила движения, но и ломать автомобили прямо на ходу. Наш корреспондент увидела шоу собственными глазами и пообщалась с каскадерами лично. В августе месяце людей на стадионе «Родина» больше, чем на любом хоккейном матче в начале сезона. И неудивительно уже по традиции, летом к нам приезжают самые отчаянные каскадеры нашей страны. Сегодня будет все. И сломанные машины, и виск тормозов, здесь дежурят машины скорой помощи и пожарная техника, потому что от экстрима можно ожидать многого. Пока одни зрители ищут выгодные посадочные места, остальные стоят в очереди. Несмотря на жару, на входе небывалый ажиотаж. Причем взглянуть на зрелище пришли не только мужчины, но и девушки, и дети. По периметру выставили волонтеров, чтобы никто близко не подходил к ограждениям. Друзья, аплодисменты! Начинается все скромно с разворотов на 180 и 360 градусов. Правда, выполняются они на максимальной скорости. Если обратить внимание на стадион, в автопарке только отечественные машины. Далее на арене появились еще машины, которые ездили уже на двух колесах. Чтобы поднять авто на дыбы, водителям помогал трамплин. А когда зрителям и этого показалось мало, то на балансирующие авто вылезли еще и каскадеры. У профессионалов это называется «стойка на ушах». Это трюк больше для зрителей. После гостей шоу зовут прокатиться вместе с каскадерами. Желающих оказалось настолько много, что мест в салоне авто не хватило. А одному из добровольцев предложили проехать в багажнике. Марк, ты что, испугался? Нет, нет, нет. Одна первая, мужчина, настоящая экстрема, в двух сторонах понравилась, нет? Супер, очень хорошо. Серьезно? Ничего, ничего. Ну, продолжай. Каждая машина – это произведение автомобильного искусства. Они все придуманы двумя людьми – Геннадием Кочерга и его сыном Сергеем. Собственно, они – главные исполнители трюков. Творением их рук стала машина-раскрывашка. Этот автомобиль распадается на две части, и каждая половина едет дальше по стадиону. Следующий уникальный экземпляр – Котопес. Первая и единственная машина в мире с двумя рулями и бензобаком посередине. Я эту машину изобрел еще, ну, 10 или 8 лет назад. А вы тут такие сидите, гений. Эта машина делалась один день? Не, ну, не один. Ну, когда плюнули машину, в этот же день распилили, в этот же день свалили, и в этот же день попробовали. Был случайный случай. Мы выступали в каком-то городе, я помню, в Митровграде, и я разворачивался, я мачту как дал из-за... Вот, мачта зашла прямо в салон. Ну, посмотрели, что с ней. Давай вторую. Поехали на рынок, купили вторую машину. Разложили, переварили. Сварили. Быстренько, за один день. В театре «Каскадер» работают одни профессионалы, спортсмены, авто- и мотогонщики. Виктора Егеря называют скромным и просто безбашенным. Именно его номера считаются самыми опасными для жизни. Ему не страшно прыгнуть над несущимся автомобилем или же через огненное кольцо. Нет, в обычной жизни я нормальный человек. Просто на момент концерта, видать, мозги отключаются. Мы уже тренировались свое, мы чисто подготавливаем технику. А в качестве тренировок, если только новый трюк придумываем, тогда тренируемся. А так, нет, не тренируемся. Подготовка, техники, моем, чиним и все. Участники сами придумывают номера, сами свои фантазии и реализовывают. Например, трюк, во время которого встают все зрители и держатся за сердце. Из машины выскакивает человек и с ног до головы объяты огнем. Как сообщили артисты, это довольно сложный номер, который готовился не один год. Основа программы неизменно. Меняются чаще машины, как правило, их покупают на разборке. Лопнувшие покрышки, сломанные бампера и треснувшие окна. Машины ремонтируют прямо на ходу. Главную изюминку шоу оставили на конец. Автомобильный монстр Биг Пауэр с легкостью проезжает на двух колесах по стадиону. Следующий на ринг выходит малыш весом в несколько тонн. Биг Фуд – это сборные автомобили, которые приспособлены для боев. Противником малыша стала «шестерка», от которой уже через несколько минут осталась лишь груда металла. Все эти автомобильные жертвы отправляются в утиль. На новое шоу у каскадеров уже приготовлены другие машины. Автор Адео рассчитано на два часа. По факту некоторые трюки получаются дольше, а некоторые быстрее. Киров – один из любимых городов у каскадеров, поэтому они решили задержаться со своим шоу до 10 августа. Юлия Косолапова, Александр Ошков, информационный канал «Город». И в завершении выпуска прогноза «Погода на завтра» с ним вас познакомит Алина Мозгова. В народе считали, что все травы, собранные 9 августа, будут обладать целебными свойствами. Также в этот день наблюдали за насекомыми. Если муравьи заделывают вход в муравейник, значит будет дождь. А если же кузнечики сильно прыгают и стрекочут, значит ждите ясную и сухую погоду. Так гласят народные приметы. А я вам расскажу о «Погоде на завтра». 9 августа в Кирове ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 24, ночи плюс 18 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Хорошего вам вторника! В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи!